Какое историческое решение Соединенных Штатов Америки мы увидим и услышим в пятницу прямо в Киеве, насколько это изменит ход российско-украинской войны, что будет Ирану за баллистику, подтверждено уже, что передано, и насколько в панике Москва, Подмосковье и остальные регионы Российской Федерации нигде не укрыться от украинских дронов. Обо всем этом разговариваем прямо сейчас. Ирина Узлова, меня зовут, и с нами традиционный еженедельный Михаил Шетельман, политтехнолог. Михаил, здравствуйте, искренне рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина, я тоже рад вас видеть. Спасибо, спасибо, что находите время на всех наших разных платформах. Энтони Блинкин, госсекретарь США, планирует в пятницу во время визита в украинскую столицу объявить о разрешении бить дальнобойным оружием атакамсами по территории Российской Федерации. Об этом пишет журналистка Аксиос Джули Грейс Брувке со ссылкой на председателя комитета иностранных дел палаты представителей США Майкла Макола. В то же время Александр Мусиенко, военный эксперт, говорит, что речь может идти все-таки о 165 километрах, а такая масса, ну что в принципе уже тоже и неплохо. Насколько перспективно в это объявление? Услышим ли мы его? И как вы полагаете, Михаил, что стало последним решающим фактором, чтобы это решение таки было принято вечно опасающейся эскалации администрации Белого дома? Ну, у меня большие сомнения в каком смысле, что они это будут объявлять, начнем с этого большие сомнения. А раз они не будут это объявлять слух, то мы и не узнаем, зачем он приезжал. Будут такие, так сказать, общие слова в любом случае. Они, кстати, приезжают же с кем-то, с министром иностранных дел Великобритании вместе. И если говорить о том, что тут последняя капля, то есть давайте так, с одной стороны, публично объявлено ничего не будет. С другой стороны, россияне сегодня сделали, как ни странно, важное заявление, которое в Вашингтоне, я уверен, правильно услышали. Сегодня Шойгу, министр, между прочим, бывшей обороны, опасный уголовник, разыскиваемый международный уголовник судом в Гааге, а также секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, рассказал, что якобы, причем сейчас хочу заметить якобы, то есть все это вранье, рассказал, что, значит, из Турки предложили России не обстреливать атомные станции украинские, электростанции и еще там еще и гражданские суда, которые идут из портов с гражданскими грузами. И Путин, мол, на это согласился, но тут Украина ударила по Курску, поэтому, значит, ничего не получилось. То есть, фактически, о чем заявил Шойгу? Шойгу заявил, что Путин планирует удары по ядерным объектам, ну, раз он соглашался только при условиях, а так-то он планирует, собирается продолжать удары по энергетике нашей и по гражданским судам. Все, вот этого достаточно, чтобы, так как планы Путина озвучены, то этого вполне достаточно, чтобы западные страны могли увеличить, так сказать, возможности наши какие-то оборонительные. Это интервью Шойгу каналу 24 Россия, вообще преисполнено, конечно, Экони и Бэкони, но в то же время и заявление, он вообще давно так не выходил, гляньте, а вышел, говорит, что надо из Курска вытеснять нас, хотя Герасимов нас уже вроде же вытеснил сегодня целый день, припоминаю. Но без Курска, говорит, пока не вытеснят оттуда бандитов и террористов, то есть нас в никаких приговорах речи быть и не может. Что вы видите в этом заявлении, его посыли, кому и зачем? Да, это очень интересно, что его заявление противоречит многому, что сказано другими людьми или сказано ранее, прям противоречит. Причем противоречит тому, что сказано прямо сегодня в том числе или совсем недавно. Ну, приведу несколько примеров. Мария Захарова, когда появились публикации в Wall Street Journal о том, что были переговоры между Украиной и Россией в Катаре об ограничении ударов по энергетике взаимных, Мария Захарова сказала, что таких переговоров не было, что никаких переговоров с Киевом не ведется, что мы их не ведем и так далее, и так далее. А Шойгу выходит и говорит, что велись, велись, мало того, мы согласились на предложение, причем на чье? Не Украины, а Турции. А дальше Шойгу говорит, а мы узнали, что Украина отказалась, от кого отказалась, а ей кто предлагал, непонятно, да? Дальше Лавров сегодня, ну, вчера заявляет, что, оказывается, цель войны российской не является захват территории. Цель войны – это исключительно то, чтобы соблюдались права русскоязычных. То есть выходят разные люди, разные представители похожих ведомств и говорят абсолютно противоположные вещи. И, как вы справедливо заметили, Шойгу ведь молчал с момента назначения себя председателем Совета Безопасности, он молчал, секретарем Совета Безопасности, извините, он молчал. То есть сейчас его приняли решение, кто-то принял решение его выпустить с какими-то месседжами. Это очень прямо оригинальный, я бы так сказал, ну, неожиданный, неожиданный прием. Поэтому во что я верю? Я верю в… Сейчас я пытаюсь вспомнить, где это было вчера, в какой-то публикации в западной прессе, что министры как раз-таки иностранных дел Великобритании и чего-то еще, сейчас не вспомню чего, прошу прощения, пришли к выводу, что заход украинской армии в Курск область привел к расколу в российских элитах. Вот прямой текст, да? А я тоже говорил ровно об этом уже несколько недель, что, собственно, с момента нашего захода в Курск область, а мы там уже больше месяца, что это не привело к расколу в народе, не привело к тому, что там народ перестал доверять Путину, но привело к тому, что элита перестала доверять Путину и что это очень и очень важно. Вот. Поэтому я думаю, что вот это шойгувское выступление, оно обращено к другим россиянам, ни к нам, ни к американцам. Это разборки путинской элиты между собой. То есть одни говорят, лагерь Шойгу… Ну, не лагерь Шойгу, лагерь Путина, грубо говоря. Говорит, надо воевать любой ценой. И Шойгу же все мессенджи Путина озвучивал, что, типа, мы не выведем войска, мы не будем послать войска в Курск, мы будем вместо этого наступать на Донбассе. Дословно то же самое говорит Путин. А Лавров не такой. Лавров однажды сказал, что вот Путин там требует, чтобы переговоров больше не было, сказал Лавров однажды. Но не мы требуем, не МИД, и не Лавров, а Путин. Но Лавров, как человек, работающий на лагерь мира, так называемый, внутри уже путинской элиты, на Дерипаску работает он, то он как бы должен туда, в сторону мира, клонить. Вот я думаю, что это их разборка между собой сейчас идет. Это они между собой друг другу доказывают свою правоту. А нам это выгодно, потому что они будут делать заявления, которые будут показывать, что с ними нельзя иметь дело, что с ними надо воевать дальше и побеждать их на поле боя. Ну да, ведь там же что же, как мы теперь видим, нет не то, что коллективный Путин там может и есть, но какого-то коллективного субъекта, с которым можно было бы вести эти переговоры, о которых они периодически вспоминают, с террористами вообще их не ведут, конечно же. А с ними с кем? Если они кто в лес, кто под рова и уже ищут себе, да, по всей видимости, будущее без Путина или без Российской Федерации, местечко потеплее. И это все показывает, что этот раскол начался, но к чему он может привести также? Они же не пойдут-то табакеркой по голове Путина бить эти пооденоки, значит, протестующие в середине элиты и политического командования. Но могут ли эти лагеря масштабироваться, скажем так, или какие-то идеи еще нести уже в массы? Нет, массы не являются участником сейчас пока всех этих процессов, и в ближайшее время не будут. Для того, чтобы массы были задействованы, нужны абсолютно другие процессы, их сейчас просто нет, и признаков, честно скажу вам, нет. То есть можно ли надеяться на дворцовый переворот? Можно. Можно ли на революцию народа? Нет. Нельзя. Действительно, начнем с правильного вашего тезиса. А с ними не получается вести переговоры. С кем? Ну, приезжает Лавров, представьте себе, и говорит. Значит, вы же понимаете, говорит, наше главное требование, чтобы вы соблюдали права русскоязычных. Мы такие, а, да? У нас нет территориальных претензий, говорит Лавров. Ну, как он сказал вчера. Ну, да, от его слов. И мы такие, да, слушайте, хорошо, мы Шатальману разрешим вот по-русски с Узловой разговаривать, например. Это же соблюли права русскоязычных? Соблюли. Узлова, вон, работает на каком-то, понимаешь, националистическом канале. Шатальман вообще в Киеве в это время. И они говорят, что вы по-русски внутри Украины. Видите? Давайте мы все выучим русский язык. Хотите? Да? Все, тогда будут соблюдены все требования ваши. А территорию вы нам возвращаете, правильно? Крым возвращается. Ну, да, да. Это если с Лавровым. И так, кого ни возьми, с разными, как бы, разные требования получаются. Вот. Поэтому это почему невозможно сейчас с ними. Действительно, у них нет единого центра принятия решений. Я уверен, кстати, что и во время стамбульских переговоров не было. Причем, вы знаете, у меня сегодня создалось впечатление от некоторых интервью Нуланд, что и у нас в Украине были споры о том, кто от центра принять решения в тот момент. В тот момент. Чуть ли не сама делегация пыталась принять решение сама за себя. Что мы сейчас тут мир заключим. Вот. Но сейчас нет этого у России. И когда вы говорите, почему не будет табакерки, а почему, собственно, не будет? А почему нет-то? У кого-то может быть. Да. Как раз таки это вполне похоже и вполне вероятно. Ну, давайте честно, да. Не в буквальном смысле, не таким способом. История, она не повторяется дословно. Она повторяется в виде метафоры, но не в виде дословности своей, конечно же. Но тут же дело не в том, чтобы свергнуть лично Путин. Это часть дела. Дело заменить каких-то людей на других людей. Чужих людей на своих людей. И если есть два лагеря, они будут пытаться сейчас это сделать. А в процессе такой борьбы могут быть любые последствия. Там Путин может пасть, так сказать, просто жертвой этих межклановых разборок вполне. Вы же понимаете, в 1917 году боролись какие-то разные кланы за власть в России. А царя уже заодно расстреляли между делом. Но расстреляли тем более потом и другие люди, понимаете? Они же ничего плохого царю-то не хотели. Ну, сходи в отставку, посиди там где-то, да, где-то там на станции дно немножко, да. А потом вернешься, все будет нормально, все по-тихому. А через год уже его расстреливают совершенно другие персонажи. Поэтому судьба Путина может быть какой-то такой. Но и нам не так важна судьба лично Путина. А вот эта разборка кланов вполне интересна нам. Потому что если к власти в России придут, скажем так, не фанатики... Сегодня у власти в России, у верховной власти фанатики. Вот это безусловно так. Не прагматики, а фанатики. И фанатики хотят нас уничтожить. И все удары, которые наносят, это удары фанатиков, а не прагматиков. Причем, когда это стало? Когда это случилось? Путин был лидером прагматиков раньше. Путин был лидером прагматиков, безусловно. Его шаги в первые две каденции были абсолютно прагматичны. Да и потом казались прагматичными. Почему мало кто верил, что он начнет полномасштабную войну? Потому что это не прагматично начинать было. Ну, не прагматично. Но выяснилось, что у него на ушах уже сидят фанатики. Ковальчуки и другие безумцы. И сейчас он в лагере фанатиков. И пока это обещали за три дня Киев взять, ну хорошо, что за две недели, да, взять Украину, то в принципе прагматиков это устраивало. Прагматики понимали, что если Украину взять за две недели, то Запад это схавает. И санкции как бы не сильно будут большие, и все, это будет не сильно больно, да. А прибыль будет. А когда это все вот такая война, прагматикам ни зачем не надо. Поэтому мы можем сейчас, да, в ближайшее время наблюдать революционные, я бы так сказал, события внутри России. Но не народные революции, а элитные. И тут я вспомнила, Михаил, что разговаривая с нашим писателем, музыкантом Сергеем Жиданом, глава украинской разведки Кирилл Буданов, сказал, что по его информации Путин готовит еще и кадровые изменения в силовом блоке, которые мы можем увидеть в ближайшее время. Возможно, он и опасается как раз того, что элиты не только лишь могут своими разными образами и методами противостоять ему или прикнокнуть его, или с какой целью он может тут менять, как вы полагаете, состав. Мы, конечно, не знаем, кого на кого, но если есть такая предпосылка. Я думаю, что это все последствия того, что он уже сделал. Вот я, когда произошли эти события неожиданные, по-моему, для нас совершенно, 12 мая, я имею в виду смещение Шойгу и смещение Патрушева в тот же день, то я сделал такой прогноз, что это Путин и погубит в конце концов. Вот так скажем. Что это будет слабым звеном то, что он сделал сейчас. Потому что пока он эту конструкцию не трогал, он с ней вошел в войну с этой конструкцией под названием «Вот мой министр обороны», он уже 10 лет министр обороны. Да, он ворует, мы это знаем, это часть нашей системы военной. Вот наш представитель Совета безопасности, секретарь Совета безопасности Патрушев. Он немножко ворует, в отличие от Шойгу, немного, по сравнению, да, то есть в 10 раз меньше. И он фанатик сумасшедший, да. Но мы с этим живем, мы так привыкли, это работает, и мы ничего не трогаем. Потому что он как-то способен чем-то управлять. Вот такая была конструкция. И она как-то работала. И с этой конструкцией они достигли того, что достигли на май 2024 года. Но потом он решился все-таки на какие-то перемены в расчете на что? Зачем Путин вообще их проводил-то? Ну, типа, вот его не устраивала война, не устраивала, как эта война ведется. Вряд ли он ради социальной политики их проводил. Ну, раз он министр обороны менял, и секретаря Совета Безопасности. Он хотел прям яркой победы. И поставил на очень странных людей. Белоусов, которые, как говорят, вообще там, ставленник дочки, которая с Ковальчуком и так далее. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот он всех этих людей поставил под чьим-то влиянием, под влиянием каких-то дочек мифических тоже достаточно, согласитесь, персонажей. И дальше ему нужно было бы, ну вот, в какой ситуации такое можно делать? Когда ты сам, я сейчас про Путина, полон энергии изменений, полон энергии для этих реформ. Потому что эти реформы кроме тебя никто не сделает. Белоусов за тебя реформы не сделает. Ты должен взять этого Белоусова вот за уши и с ним в руках идти производить реформы. Но Путин посадил куда-то Белоусов, так воткнул, и все. И плывите, голуби, плывите, летите, голуби, летите. Мы видим что-нибудь от Белоусова за три месяца? Ничего. За четыре. Мы видим положительный результат? Не видим. Он завоевал уважение армии? Нет. Он там восстановил, не знаю, поборол коррупцию? Ну, нет. Посадил кого-то, кого-то уже отпустил. Потому что тех вроде посадили, потом отпустили, потому что они денег дали. Или наоборот какие-то угрозы возникли. Или вообще на Путина можно было выйти через эти аресты. Вот какие проблемы. Поэтому вот то решение от 12 мая, я считаю, вот оно критическое. Это единственное критическое решение, которое Путин принял в политическом смысле во время войны. И вот сейчас он будет латать эти дыры. А теперь, ну раз не получилось с Белоусовым, давайте, не знаю, назначим ему 18 замов. Или Белоусова переместим куда-нибудь. Тоже ж можно, правильно? А Патрушева назначим замом Белоусова. Правильно? Вот. Я думаю, что, кстати, выступление Шойгу может и сюда вписываться очень. В то, что сейчас начнутся какие-то перестановки силовиков. Если они начнутся, да? Ну, если они об этом знают. Я не знаю то, что Буданов знает. Мне неизвестно. Но, если они планировались, то Шойгу пытается защитить себя от посадки, например, такими заявлениями, в принципе. Да, кстати, потому что под его генералов более чем копали и защищают. Сейчас еще и генералитет каждую неделю появляются по две фамилии и по одной периодически. То не факт, что это не защищают последующие посадки Шойгу-Поли. Тем не менее, есть еще один сегмент недовольных. Истерик 13. Говорит, дед вообще все потерял, обосрался. Простите, цитирую. И истерит не по-детски. Говорит, так на авось войну не выиграть. Зачем вы теребите то, что уже у вас не встает очень долго. И это тоже ничего не меняет. И говорит, если я пойду на Кремль, то за мной тоже потянутся. У него вчера еще было 305 тысяч подписчиков. Сегодня уже 307 тысяч. Если это, конечно, не какие-то вбросы ФСБ. Мы не знаем этот истерик, на кого работает на самом деле. А может, он действительно затрут народ и Пригожина. Он там и Пригожина вспоминал. И Гиркина. Говорит, достойные люди. Одного убили, второго посадили. Как так можно? А значит, все плохие. Олигархи плохие. Миллер плохой. И за что они воюют? Тоже, оказывается, Михаил не понимает на 11-й год войны, развязанной Путиным. А вот здесь этот сегмент зет-патриотов, зет-тварей, которые хотят больше крови, больше войны. Он может тоже иметь какое-то влияние? Ну пусть не протестное, но негативненькое. У меня нет достаточно знания об этом человеке, конкретно о 13-м. Мне приходит в голову двойник этого человека. Был такой сериал «Доктор Хаус». Там была «Доктор» по прозвищу «13-я», если вы помните. Нетрадиционной, кстати, ориентации. Но это я так, к слову пришлось. Вот. И она смогла выиграть неимоверную конкуренцию, да, среди разных людей. Когда «Доктор Хаус» набрал там 50 интернов, чтобы оставить у себя двух, то она смогла эту конкуренцию выиграть. И возможно, что этот «13-й» пойдет по ее стопам. Оливия Уальд, ее фамилия, актриса этой. И тоже сейчас есть огромная конкуренция. Вот вы говорите там, как это называется, патриотический сектор или какие-то они там, да, патриотические Зет-патриоты, да. Зет-патриоты. Но их же много. Их же там десятки. Я имею в виду известных по каким-то прозвищам и так далее. То их десятки. И нужно этот конкурс выиграть сначала, чтобы стать новым Пригожиным. И вот сможет ли «13-й» выиграть этот новый конкурс, ну, это мы можем пока только наблюдать. То есть пока ведь ни у кого нет лидерства очевидного. Скажем, Стрелков понятно, почему исторически был лидером. Потому что он начал в свое время войну от лица России. Пригожин был же ведь одним из многих. Пригожин же был одним из многих в начале войны. Но его историческое выступление перед зэками в тюрьме сделало свое дело. И он стал настоящим вот действительно лидером как бы провоенной оппозиции, если можно так выразиться. Вот сейчас действительно может выкристаллизоваться новый лидер и провоенной оппозиции. Даже как и новый лидер антивоенной оппозиции. Я сейчас имею в виду, естественно, не демократическую оппозицию, а внутреннюю, элитную. И может ли им стать тринадцатый? Ну, может, в принципе, в теории. Я не знаю. Давайте как-то одного поста недостаточно. Кто-то что-то написал. Но если он дальше замолчит, то и все на этом, что ли? Нет. Так дела не делаются. Нужно что-то более, мне кажется, серьезное для этого. Он вчера начал, сегодня продолжил. Периодически у него есть, так, если интересоваться его творчеством. Поэтому его еще пока не закрыли. Но мы знаем, что, в принципе, судьба может уготовлена ему быть разным. Учитывая, что закрывали уже и рты, и, в принципе, вообще с этого света сживал Путин. Тех, кто говорит что-то против него или спрашивает хотя бы, где боеприпасы. Даже не его сейчас, а о Пригожине. Мы будем наблюдать за этим процессом. Михаил, наблюдаем мы, что все-таки иранские ракеты долетели до России, а в ближайшие недели могут долететь до нас. Об этом говорит уже и госсекретарь Шан Энтони Блинкин. Говорит, последствия будут, санкции будут. А какие должны быть санкции и последствия для Ирана, чтобы их было достаточно? Потому что мне кажется, что уже Иран 40 плюс лет под санкциями жил. Россия жила под санкциями. Кандер под санкциями. Ракеты есть, делятся друг с другом. Ну да, к сожалению, все очень плохо с этим. Потому что наказать Иран сильно-то уж не получится американцам, по крайней мере. Если бы они могли его сильно наказать, они бы его уже наказали. И ракеты уже это не вернет в Иран, эти 200 ракет. Поэтому, кстати, сегодня проскакивала новость, не знаю, правдивая она или нет, что наш удар сегодняшний ночной беспилотником по аэродрому Жуковский был попыткой удара по складу с этими самыми иранскими ракетами. Но это не более, чем слухи, конечно. Слухи, слухи. Говорят, Михаил, слухи. Мы проверяли с Александром Усиенко, спрашивали разведку. Но, тем не менее, в нашем Центре противодействия дезинформации Андрей Коваленко, глава, говорил, что иранские ракеты могут отжидать доля судьбы и северокорейских тоже. Поэтому за каждым слухом есть и доля правды. Ну, а какая судьба северокорейских? Они летят на Киев или что-то другое. Ну, по складу же тоже было дело, прилетело в Воронежской области. Да, было такое дело, да. Поэтому и тут найдем. Наши глаза везде. Ну, факт, что, к сожалению, этих ракет и есть. Их много, 200 штук достаточно много. И противостоять простыми методами нельзя. Ну, кстати, вот, пожалуйста. Ну, например. Вы хотите санкций? Их есть у меня. Например, приезд Блинкина. И решение бить по Российской Федерации. Это вполне возможно. Вы знаете, сегодня, кстати, бывший министр обороны Великобритании выступил с интересной инициативой. Мне кажется, в этом смысле положительный, такой позитивненький человек. Он сказал, что давайте поставим ультиматум Путину. Именно ультиматум. Простой. Либо вы перестаете бить каббами по Украине, либо мы даем Украине разрешение бить по всей территории России. К любым нашим оружием. Но это ультиматум. Это честно. Хочешь, выбирай. То есть тебя никто не заставлял. Никто не сделал что-то вероломного. Это твой выбор. Выбор Путина. Вот тебе два дня. Иди, думай. Это интересный был бы подход, кстати. Такой путь ультиматумов с Путиным. Раз не работают санкции, могут бы заработать ультиматумы по обмену взаимному. Вы хотите продолжать войну или как? Либо вы выводите войска из Крыма, либо мы захватываем Санкт-Петербург из Финляндии национальными войсками. Это же последний ультиматум. До этого будет сотня ультиматумов поменьше. Но такого, честно, давайте, политического ответа на иранские ракеты не существует. Просто не существует. Иран уже давно страна изгоя абсолютная. Страна террориста и так далее. Страна на ракетный удар, который по Израилю, весь мир пытается отразить одновременно. Поэтому можно ли наказать Иран за это? Но нет, невозможно наказать Иран за это. И это, конечно, мягко говоря, не может не огорчать. А ультиматум Путину, он, который как раз таким языком и разговаривает такими методами, манипуляциями, шантажом, постоянными угрозами, терактами, геноцидами, все равно, я думаю, если бы ему поставили ультиматум, он бы на него никаким образом не согласился. Или все же взял бы время подумать, если речь шла бы о крупных целях. Это Курским за третьим кольцом жизни нет, а Москва, Петербург действительно, да. Он бы согласился, я абсолютно уверен, что он бы согласился. В этом-то все и дело. Что вот как мы растоптали его красные линии, вот такими действиями, лихими, да, атаками на его территорию, например, мы растоптали красные линии Путина. И их больше не существует. И очень жалко выглядит Лавров, который выходит и говорит, тут некоторые считают, что у нас нет красных линий, так вот у нас есть красные линии. Но он выглядит жалким, реально жалким. Потому что вот мы все посмотрели в Курске, все их красные линии, и все, что они дальше говорят, не имеет никакого значения. Так вот я думаю, что просто ни разу ультиматум это не ставили. Пытались начать переговоры, давайте поговорим, а если так, а если сяк, а что вы думаете? Нет, ничего не думаем. Вот, товарищ Путин, у вас сейчас развилка и выбор. Прямо сейчас, прямо сейчас. Вот вы должны принять, Путин же старается не принимать решения, вы же видите, да, никогда, на всех случаях. Ну, типа не мобилизация, а так. Так, да, частично. Это мы не атакуемы, а нам Харьков-то и не хотелось, Киев мы брать не собирались. И вообще у нас задача-то там на Донбассе, а это вся спецоперация на Донбассе. А в это время Лаврову поручают с качества задачи, вообще какие-то русскоязычные, мифические и так далее. И Путин не любит принимать решения. И поставить его перед необходимостью принять решение, это страшнейший удар, который по нему можно нанести. Вот у меня сегодня запала в душу эта статья из Sunday Times, бывшего министра обороны Великобритании. Да, именно потому, что это впервые такое предложено за время войны. Впервые использовано слово ультиматум. И типа давайте совместный ультиматум. Вот мы, Великобритания, США и Франция. Возможно, Германия, она более умеренная, но хочет, пусть присоединяется, как захочет. Но вот мы втроем предлагаем такой ультиматум. Но, естественно, в срок его ограничен, как всегда. Путин его примет. Я вам говорю, он его примет. То есть тут надо всего лишь решиться на этот ультиматум, потому что, если он его не примет, ты обязан выполнить свою угрозу, естественно. Но когда он один раз примет, один раз. Потому что представьте себе его ситуацию. Он сидит и хочет не принять этот ультиматум. Хочет не принять. А партия мира рядом сидит и говорит, что? То есть это ты сейчас, не приняв этот ультиматум, нанесешь удары по нашим НПЗ, правильно? Американскими ракетами. По нашим. Это мы их владельцы. Сечин, Олег Пьеров, кто еще, не знаю, да? Ну, неважно, какие-то люди, да? Да, да. Из его верхушки. То есть ты сейчас подвергнешь риску нашу бизнес, нашу жизнь. Это ты, не мы, не они. Ты. Это для него нужно будет принимать такое решение, что он разрешает бить по России. Это Путин фактически будет подписывать указ. Разрешаю бить по России американским оружием. Нет. Примет он, примет. Молча. Позвонят от него, скажут, давайте, все, мы не стреляем больше по Украине кабами, но молча все это делаем. Мы скажем, да, можем молча. Позорить мы тебя не собираемся. Не в этом наша задача. Это очень интересный сценарий развития событий. И теперь, после ваших объяснений, мне тоже кажется вполне вероятным, Михаил. И кажется, что не только вот таким образом можно надавить на Путина. Страны Брикс, встреча которого проходит, напомню, в этом году в России, тоже поставят перед Путиным и вопрос о завершении войны в Украине. Что будет обсуждаться эта тема. Без этой темы не обойдется. Говорил об этом, конечно, и Кужугетович Шойгу в интервью «Помойки Россия-24». Но там прозили о Китае. Эти планы будут, конечно же, обсуждаться. А не кажется ли нам, что и тем странам, которые доят Путина, по дешевой нефти, газу, не только, тоже может порядком надоесть уже то, что он сейчас так жалко выглядит? Или тут пока есть дешевый ресурс, то не стоит ожидать на то, что на него так же надавить. Ведь Китай это может сделать, Индия это тоже может сделать. Нет, им вообще нет смысла ни на кого давить. Зачем? Совершенно никакого интереса. Просто никакого интереса давить сейчас на Путина. Зачем? У них все хорошо. Китай и Индия заинтересованы в низких ценах на нефть. В низких ценах на нефть. Ну, впервые, еще для себя. Бренд сегодня цена стала 69 долларов. Впервые с 2021 года. То есть сегодня цена на нефть самая низкая за все время нашей войны в мире. Это нефть-бренд. Соответственно, нефть Уралс, там российская, уже стоит меньше 60. А дальше берем скидку индусов. Правильно? И берем скидку китайцев. Так у них там уже нефть по 40. Ну, так-то, да? Их все это устраивает. Им годится Путин. Им не надо ему угрожать. Им не надо от них... То, что они изображают мирные усилия, а почему бы не поизображать? Они же перед миром хотят выглядеть хорошо, правильно? Если что сказать мирно. Ну, вот мы же постарались, что... Но им вот такая ситуация, которая сейчас, их максимально устраивает. Им нужна максимально слабая Россия. Они будут ее доить, доить и доить. Они главные бенефициары, как ни странно, этой войны в финансовом смысле. Не в политическом. Там я не хочу их ни в чем упрекать, да? Ну, просто само так сложилось. Это же не они войну начали. Но если, грубо говоря, не ты взорвал нефтепровод, а из него течет нефть, а ты с ведром оказался рядом, тебя можно упрекнуть в чем-то или нет? Ну, как? Ну, ты стоял случайно с ведром и видишь, что нефть течет. И ты пошел и стал эту нефть добывать таким способом. Вот они таким способом добывают. Поэтому они заинтересованы. Китайцы, вообще для них идеальная ситуация. Ослабеющая Россия, которая просто бежит к ним за помощью постоянно уже. Индусы, они как бы попутчики, да? Индусы случайно вообще оказались в этой раздаче в виде бесплатной нефти и каких-то бесплатных ископаемых, за которые они платят своими фантиками. А вот китайцы, для них это стратегически выгодно, то, что Путин слабеет, слабеет и слабеет. Им ничего менять не надо. Им это нравится. Им это все нравится. Жаль, конечно. О чем нам вообще говорит эта сходка БРИКС? Зачем они собираются показать, что великие геополитические игроки или все-таки по отдельности участницы БРИКСа имеют свой вес? Да вообще-то они собираются, я так понимаю, по расписанию. Не, ну смотрите, в чем дело. У них есть раз в год этот самый саммит БРИКС. И саммит, или как они там называются, честно говоря, не помню. Значит, саммит БРИКС в России, в Казани, пройдет, по-моему, в октябре, 22-24 октября. Поэтому сейчас встреча МИДов БРИКСа, которые готовят протоколы для октябрьской встречи в Казани. То есть не надо никаких искать поводов. Это же не что-то такое, что как неожиданно собрались министры иностранных дел БРИКС. Каждый год за месяц до встречи лидеров БРИКС собираются министры иностранных дел БРИКС. Каждый год они собираются именно в той стране, где пройдет встреча самих лидеров БРИКС. Это просто происходит каждый год. Поэтому здесь нет интриги никакой. Понятно, да. Каждый год мы с друзьями ходим в баню. Да, именно так. Вот если они каждый год уже ходят в баню, не надо объяснять, почему именно в этом году они оказались в бане. Потому что они каждый год. Но вопрос о завершении войны в Украине не каждый год там задается. Не перестаньте, но он будет там вопросом в списке номер 853. Это же кто-то сказал, что там это тоже обсудим. А, да, ну заодно, чтобы два раза не вставать. Ну, конечно, это не будет в центре внимания. Встреча каких-то министров иностранных дел БРИКС. Как их это касается, это не в их руках в любом случае. Михаил, спасибо вам огромное за эти объяснения. Спасибо за то, что вы находите время для нас. И за ваше чувство юмора, конечно же, тоже. При этом реалистические оценки. И тему об ультиматуме будем наблюдать. Мне кажется, что это, да. И те, кто имеют возможность ее реализовывать, и наши западные союзники, которые и решительные, и которые имеют действительно такие рычаги давления, должны к нам и к вам прислушаться, как по мне. Благодарю вас. Всегда интересно. До встречи. Спасибо, Ирина. До свидания. Михаил Шетельман, политехнолог. Ирина Узлова была вместе с ним. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube Михаила. Очень легко его найти в описании под этим видео. И на YouTube в целом. И на YouTube 24-го тоже не забудьте подписаться. Берегите себя. Верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим. Продолжение следует...